Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику 211 50 30. В эфире «Бьюти Тайм». Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Ежегодная фитнес-конвенция с ее практическими мастер-классами и теоретическими семинарами выявила основные тенденции развития индустрии. Какой вид фитнеса востребован сегодня, узнала Элина Ахмедшина. Они не прогуливают тренировки и могут похвастать своей формой в любое время года. А все потому, что собравшиеся на международной конвенции «Фит Урал» профессиональные инструкторы. Конвенция «Фит Урал» проходит уже в 17-й раз. В этом году лекции, воркшопы и мастер-классы представили преподаватели из Италии, Испании, Франции, Германии, Москвы и Ростова-на-Дону. За порцией новостей мирового фитнеса отправилась и съемочная группа «Бьюти Тайм». Фитнес – это такой же бизнес, это такая же среда, которой нужно учиться, которой нужно повышать свой профессиональный уровень. Без этого нельзя. Нельзя оставаться на той ступени, которая была 5 лет назад. Потому что все по-другому. Все. Если сравнить то, что мы делали 5 лет назад, то, что мы делаем сейчас в зале, ну, это совершенно разное. Все разное. От аэробики разные, степы совершенно другие, техники, методики, все поменялось. Можно смело сказать, что сегодня фитнес стал доступнее во многих смыслах. Это связано не только с открытием большого количества студий и центров, но и с тем, что при желании и могут заниматься люди в любом возрасте и с любым уровнем физической подготовки. Появилась больше осознанность в фитнесе. Получается, фитнес начинает опираться на научные основы. Очень становятся популярны реабилитационные техники, 3D-анатомия, анатомические поезда. А также, конечно, массовые тренировки, которые всю жизнь у нас были, те же степы, пампы, силовые, они, конечно, остаются на пике, они просто меняют формат. Очень сейчас моден пилатес. У нас будет по пилатесу большие сессии тоже продвинутого уровня. Потому что пилатес – это тоже осознанная техника. И, соответственно, все, что связано с разумным телом, набирает прям большую популярность. И очень популярно и у тренеров, и у клиентов. На конвенции моя идея состоит в том, чтобы преподнести классический пилатес, как он был создан самим Джозефом Пилатесом, и показать, что каждый может попробовать, потренироваться, а также вести в таком стиле. То есть будет классический набор упражнений. А второй урок можно его назвать как более артистический, художественный. То есть там будет больше упражнений, которые больше нигде не найдете, которые придуманы мной. Интересные связки между упражнениями. То есть будет постоянное движение. И, ну, такой в стиле, можно сказать, гимнастики. Ну, для всех. Для меня пилатес – это фундаментальная наука. И мне важно объяснить, что это не просто набор упражнений. Это гораздо больше, это образ жизни. Что нравится в России, многие увлекались аэробикой и гимнастикой. Поэтому они очень сильные. А тем, кто думает, что пилатес – это нечто мягкое или, скажем, слабое, будет удивлен. Потому что я покажу класс, супергерой, и все увидят пилатес совершенно с другой стороны. Принцип разумного фитнеса, в том числе и в совмещении разных направлений. Благодаря чему мы быстрее узнаем, к чему склонен наш организм, и чтобы все тело было включено в активную работу. Я работаю персональным тренером, и считаю важным, чтобы люди соединяли и групповой тренинг, и тренировку в зале. Потому что на групповом тренинге вы можете провести функциональную тренировку со стрейчингом, йогой и так далее. А в зале вы можете взять то, что вам пригодится для других видов тренинга. Поэтому я предлагаю комбинировать и то, и то. Естественно, многие люди приходят в фитнес, потому что это модно и популярно. Но самая главная идея, которая стоит на вершине всего, это фитнес как здоровье. Сейчас набирают популярность наравне с фитнес-залами занятия на улице. Или открываются совсем маленькие студии-бутики в Европе и Америке, так как людям нужны разные направления, и они это получают. Главное, чтобы все это приносило здоровье. Три дня фитнес-конвенции не только повысили знания уже в знакомых направлениях, но и открыли участникам новые. Тренировка называется амортизатор Эл-Астебан. Направлена на укрепление мышц спины, разгрузку спины и вытяжение. Люди будут иметь положительный эффект, те, у которых какие-то проблемы с позвоночником. Тренировка снижает нагрузку на суставы и максимально увеличивает подвижность наших суставов. Здесь мы не преследуем задачи встать в какую-то позу или сесть на шпагат. Здесь мы преследуем задачу разгрузить позвоночник, чтобы человек почувствовал себя лучше, может быть, какие-то блоки у него ушли. Как известно, самое важное в фитнесе не достижение высочайших результатов, а поддержание организма в спортивной и здоровой форме. И, судя по аншлагу на фит-урале, специалистов, готовых в этом помочь, в нашем городе достаточно. Это Beauty Time – программа о красивых людях и красивых поступках. Продолжаем выпуск. В театре эти ребята оказались не в качестве зрителей. Все они – участники благотворительного проекта «Дети детям», организованного в помощь онкобольным. Появилась идея, появилась она, ну, наверное, внезапно. Не сделать ли что-то такое долгоиграющее, правильно и искренне. Мы решили сделать детский благотворительный спектакль. Благотворительный спектакль, который будет целиком полностью посвящен сбору средств для фонда «Искорка». 30 детей сотрудников «Челяб-энергосбыта» репетируют спектакль по пьесе Ксении Драгунской «Все мальчишки-дураки» или «Когда мы были маленькими». Работают с начинающими артистами актриса и режиссер Наталья Широкова, а также хореограф Александр Сахиулин. Любопытно за ними наблюдать. Тяжеловато, конечно, в шестилетнем возрасте, например, держать внимание, стоять там в нужной стойке. Тебя хочется куда-нибудь. Руки деть, ноги деть. Вот сейчас у меня ощущение, что мы, наверное, зарепетировались. Вот, потому что, когда они пришли на кастинг, это был просто сбор таких огромных талантов. Все они разноплановые, разножаневые, все они такие активные очень. Праздник доброты в театре «Манекен» намечен 16 октября. Начнется все с благотворительной ярмарки, которую, кстати, готовят все те, кто не вошел в состав актерской группы. Люкс-ателье «Тесура» празднует день рождения и дарит подарки. С 5 по 20 октября скидка 15% на пошив и дополнительные 5% на ткани при заказе в ателье. Ждем вас по адресу улица Свободы, 76. В мире черного капитала, где свирепствует бьюти тайм, наша баба губу раскатала. И попробуй ее закатай! Вы смотрите бьюти тайм, далее в выпуске несколько идей для обновления осеннего гардероба. Одежду принято делить на ту, что выполняет защитную функцию от холода или жары, и на ту, которую мы носим исключительно для статусности. Сегодня в нашем обзоре сезонных коллекций мы поговорим об одежде, которая дает возможность красиво и расслабленно пребывать в неформальных ситуациях, отключаясь от напряженной суеты. Для таких случаев идеальные мягкие трикотажные костюмы спокойной цветовой гаммы. Блестящие детали в таком случае подчеркивают желание выглядеть эстетически. На это же работают шарфы и нетипичные для спорта принты. Звездный принт или звездные аппликации тонко и иронично расскажут о вашем нежелании быть в тени и привлекут необходимое внимание. Еще одно предназначение подобного аутфита – это путешествие, когда хочется скружить себя комфортом и поддержать градус стиля. Певица Алиса Вокс, экс-участница группы «Ленинград» приезжала в Челябинск на открытие нового бара. А за несколько часов до выхода на сцену дала эксклюзивное интервью программе «Блюти Тайм». Привет зрителям «Блюти Тайм». Меня зовут Алиса Вокс. Я желаю вам оставаться такими же прекрасными и не терять оптимизма. Полтора года Алиса Вокс в статусе экс-участницы группы «Ленинград». За это время записала три альбома, пять синглов, выпустила два клипа. В Челябинск Алиса приехала с диджей-сетом. Во время репетиции поделилась с нашей программой грандиозными планами, как создавался новый образ и имидж, и кто теперь ее слушатель. Ну, начнем с того, что я всегда была против образа навязывается, когда образ навязывается артисту, когда он идет в разрез с его личностью. Это всегда очень пагубно отражается и на моральном состоянии артиста, и, в принципе, когда к тебе относятся как-то достаточно предвзято, а ты этим не являешься, и ты на это, в общем-то, и не особо подписывался, это, конечно, тяжело. Поэтому в своем творчестве я решила быть максимально приближенной к тому, какая есть на самом деле. То есть у нас сейчас такой курс на максимальную естественность. Вот на мне неспроста футболка с двумя треугольниками. Это наш логотип с нового альбома. Я обложку опубликовала буквально пару дней тому назад, и на ней, на этой обложке я стою со своими естественными вьющимися волосами, решила больше не скрывать, что у меня вьются волосы, и пристала их выпрямлять. Я 7 лет выпрямляла волосы. Но все это очень целомудренно, все это прикрыто логотипом нашим новым, и на мне минимум макияжа, и этой обложкой я хотела подчеркнуть, в общем-то, что самое важное, самое сложное – это сделать просто. Самое сложное – это вовремя остановиться и не испортить. Я слышала, мне даже присылали, что не только Полина Гагарина, а вообще многие сейчас даже последний месяц все копируют цвета моего первого альбома. То есть вот у меня вышел альбом сама, он был в такой ретро-вейевой стилистике выполнен, розово-голубые тени и черный основной цвет. И буквально через какое-то очень короткое время мне стали все присылать эту обложку нового альбома Полины Гагариной, и говорить, смотри, она украла эту обложку. Я к этому отношусь более чем спокойно. Я считаю, что есть просто некий тренд, и, наверное, самые передовые артисты движутся действительно в этом тренде, поэтому говорить там, ах, ты украла у меня там обложку, или там, ах, все теперь делают клипы, как у меня, клип держи. Ну, делают, но, значит, просто наконец-то дошла эта мода до России спустя полтора года. Мы делали некоторые исследования, и по результатам этих исследований мой слушатель среднестатистический – это мужчины старше 35 лет. То есть это мужчины, которые уже состоялись, чего-то достигли в жизни, и теперь им интересно послушать хорошую музыку. Это, в принципе, та же категория людей, та же аудитория, что слушатели группы, например, «Мумитроль», что слушатели группы «Дипешмод». Конечно, пока я не настолько широко известна этой аудитории, но я над этим работаю, все в будущем. И, конечно, я считаю, что новый альбом, он поставит меня на очередную ступень какую-то, потому что это достаточно большая, глубокая и серьезная моя работа именно как музыканта, потому что все песни написала я, все аранжировки сделала я, в студии сидела я, с музыкантами сидела я, репетировала я и придумывала все тоже я. Поэтому я надеюсь, что немножко у нас отношение к женщинам-музыкантам качнется, благодаря, надеюсь, мне, в какую-то более позитивную сторону, и меня будут рассматривать уже как музыканта, а не только как исполнителя. У нас полный состав. Это пять музыкантов, и я. У нас два гитариста, бас-гитара, клавиши, барабанщик. То есть, если мысленно убрать клавиши, то это будет классический рок-состав. Если убрать гитаристов, это будет синти-поп-состав. Соответственно, так как все присутствуют одновременно и одновременно играют, то я скорее скажу, что это электро-поп-рок. Ну, в принципе, наверное, понятие рок немножечко для русского уха извращено. То есть, рок – это не потлатые дядьки, да, с немытыми волосами, а это все-таки электрогитары, это бас-гитары. И если вы сейчас обратите внимание, то практически все, я включаю рэперов, используют эти инструменты на своих альбомах. Причем используют довольно агрессивно. Взять хотя бы Yellow Wolf, который, ну, практически, я не знаю, как это называется, рок-рэп, потому что человек читает рэп, ну, в общем-то, под рок. То есть, если разбирать с точки зрения именно музыкальной аналитики, то это так и есть. Ну, в любом случае, сейчас самый дорогостоящий продукт – это хайп. Поэтому, как на войне и в любви все средства хороши. Для хайпа, в общем, я думаю, тоже. Ну, у меня достаточно активный образ жизни. Мне без спорта хватает. Но я стараюсь все равно гулять на свежем воздухе. Это очень полезно для кожи. И когда меня спрашивают, как вы расслабляетесь, я обычно говорю, я не напрягаюсь. А, в принципе, не бывает каких-то волшебных пилюль или масок, которые ты намазал на себя и вдруг стал там как-то хорошо выглядеть. Это только маленькими-маленькими шажочками, кропотливая работа над собой, контроль, что ты делаешь, куда ты ходишь. И даже с кем ты общаешься, все это отражается на лице, даже образ мышления. КОНЕЦ Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok И на наших страницах в соцсетях А на этом выпуск завершен, до встречи Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула» Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела Запись на бесплатную диагностику 211 50 30 Стилисты проекта Модный дом «Я» Имидж-студия Елены Ивановой Дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова